Здравствуйте! Мы продолжаем на библейском портале «Экзегет» беседы о 118-м псалме в связи с его близостью, так сказать, соотношением с другими текстами Ветхого и Нового Заветов. Мы в прошлый раз, когда читали этот псалом, закончили 46-м стихом. И сегодня мы в этой связи вспомним Евангелие от Матфея, вспомним пророков, Еремию, Осию. 46-й стих 118-го псалма Давида звучит так. «Буду говорить об откровениях твоих перед царями и не постужусь». Читавший Евангелие от Матфея, сразу улавливает такие строчки. Это из 10-й главы Матфея. «И приведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками». Вот это вот, вот что такое опыт, пережитый учениками Христовыми, апостолами. Они будут свидетелями. А свидетель, как вы знаете, по-гречески то же самое слово, что мученик. Потому церковь мучеников, первая церковь Христова, она же, прямо сказать, свидетелей истины. Почему так крепко стоит церковь на этом фундаменте, на этом камне? Свидетельство истины, что оно учениками, подтвердившими верность этих слов своей жизнью. Вот какова сила свидетельства, которая дается человеку, соблюдающему Слово Божье. Это знает Давид, еще задолго до того, как по-своему, в другой уже глубине, открывает ученикам Иисус, об этом и Матфея. «Поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». О 46-м стихе. «Буду говорить об откровениях твоих перед царями и не постужусь. Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих». Еще раз стоит обратить внимание на поэтическую выразительность самого смысла, самой глубины этого отношения Давида к Слову Божьему. «Руки мои буду простирать к заповедям твоим». Вот заповеди, поучения. Если мы слушаем поучения, ну, может быть, мы внимательно насторожим уши. Но руки-то простирать к чему? А он простирает руки к Богу. В этом слышании Слова Божьего, слушании его закона, Давид переживает Богообщение. Он к Богу простирает руки, когда он знает, что в этом говорении к нему Бога, в заповедях, в словах, которые он для себя повторяет, он переживает само присутствие Божье. «Потому он возлюбил эти заповеди и размышляет о них. Вспомни Слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты побелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Гордые и крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался». Вот главная защита Давида от утеснений, которые он переживал в своей жизни, как, так сказать, конкретно исторически, так и утеснений каких-то душевных, духовных. Это воспоминания судов Божьих, от века утешения уставами Божьими. «Ужас обладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой». Когда утишь, ужас обладевает человеком. При виде чего? При виде гибели. Кто-то стоит на краю пропасти, обладевает ужас при таком зрелище. И действительно, на краю пропасти или просто в пропасти те, кто оставляет закон Божий. «Уставы Твои были песнями моими, на месте странствами моих». Вот мы опять возвращаемся к этой теме странствования Давидова. Собственно, какие особенные странствования переживал Давид в своей жизни? Речь идет, конечно, о самом духовном опыте всей его жизни, которое было странствованием на пути к Богу. «Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой». Вспоминать имя – это означает быть в общении с тем, кого именуешь. Это не просто такое мнемоническое какое-то переживание. Это живое, прямое общение. «Он стал моим», о законе речи, «Ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». Тут стоит вспомнить пророка Иеремию. Вот что в книге пророка Иеремии, 10 главе. «Безумствует всякий человек в своем знании, срамит в себя плавильщик истуканом своим», то есть тот, кто верит как божеству, изделию, которое сам сотворил. «Ибо выправленная им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова». Ну, понятно, доля Иакова. Именем Иаков именуется весь народ Божий. «Ибо Бог Его есть Творец Его, и Израиль есть Жезл Наследия Его. Имя Его Господь Сваув». Очень отчетливое, краткое и точное определение, чем отличается вера Израиля от религий иных народов. Иные народы верят каким-то божествам, которые конкретно воплощены для них в этих идолах, которые сами же они выплавили или изготовили. И, как говорит Иеремия, это совершенная пустота, дело заблуждения. И во время посещения их они исчезнут. О каком посещении речь? Ну, разумеется, о посещении Божьем. Речь идет о суде Бога над народами. У них нет живой связи с Богом, поэтому они исчезают совершенно, не будучи Богу своими. Сами, впрочем, встали на этот путь, когда они не свои Богу. Не такова, как говорит Иеремия, доля Иакова, ибо Бог Его есть Творец всего. Вспомните, как это сказано во Второзаконии, как будут удивляться народы, что вот есть такой народ особенный, который сам Господь, то есть Творец, есть его Бог. Бог этого народа не какой-то демон, не какой-то выплавленный выдали, а сам Творец, чего никакие народы не помышляли. Израиль есть жезл наследия Его. То есть тут уже сказано, что Израиль – это народ Божий, есть наследие Божье. Присутствие Бога на земле как бы олицетворяется хранением закона в народе Божьем. Народ этот хранением закона по памяти о Боге, служением Богу. Народ этот хранит присутствие Бога на земле. Имя Его – Господь Саоф. Господь сил небесных, можно так сказать. Так вот, если язычники поклонялись всяческим силам, так можем сказать, в этих демонах, в этих каких-то духах, ангелах или каких угодно, так сказать, высших, или каких-то, как им казалось, высших, иных невидимых существах, в этих духах они видели богов. Нет. Истинный Бог, которого знает Израиль, это Господь всех этих сил небесных. Господь Саоф, Господь сил небесных. Как Господь сил небесных превыше всех этих небесных сил, превыше всех, кому могли бы поклоняться языческие народы, так выше в своей судьбе избранный Богом народ, который признает Творца своим Богом, а не какую-либо из тварей. Уставы твои, продолжаем, Псалом, стих 54, «Уставы твои были песнями моими на месте странствования моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, и во повеление Твое храню. Удел мой, Господи, сказал я соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих, и обращал стопы моих к откровениям Твоим. Спешил и немедлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал законы Твоего. В полночь вставал словословить Тебя за праведные суды Твои. В полночь вставал словословить Тебя за праведные суды Твои». Само определение Бога о сбудемых тех или иных народах, вообще о всякой жизненной судьбе для Давида радость, повод для словословия Богу. Это означает для Давида, что Бог помнит о людях, раз Он судит их. «Милости Твои, Господи, полна земля, научи меня уставам Твоим». Уставы Божьи – это явление милости Бога к народу своему. Давид осознает закон как знак попечения в народе Божьем, как явление любви к Богу. Господь оградит народ свой от амана и погибели, ну, а ограда нужна, когда есть опасность погибели. Таким образом, в этом странствовании, которое, конечно, опасно, как всякое странствование, в этом жизненной истории, которая имеет цель народу Божьего, оградой, путем этого, твердым для этого, для этой, к этой цели, является сам закон Бога попечения народе. «Благо сотворил ты рабу Твоему, Господи, по Слову Твоему, прежде страдания моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню». Вот тут очень уместно вспомнить пророка Иеремию. Он говорит в 31 главе книги Иеремии. «Слышу Ефрема плачущего, ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый, и обрати меня, и я обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой, когда я был обращен, я каялся, и когда был разумлен, бил себя по бедрам, я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей». Это он, как бы, Иеремия воспроизводит слова народа Божьего, Ефрем, то есть потомки Ефрема, обитатели, значит, Северного царства Израиля. Сетует народ наказанный, «Обрати меня, и я обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой, ты, Господь, Бог мой». Словами этими Иеремия, как бы, передает вопль народа, «Обрати меня, я обращусь». Не сам обращусь, не сам, так сказать, поверну свою жизнь к правде, ты меня поверни к правде, ибо я посрамлен. И это так выразительно, я бил себя по бедрам, так, в горести в этой, и был постыжен, потому что нес бесславие юности моей. И действительно, вот именно это переживание передает и Псалом, «Прежде страданий моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню». Как бы выход из заблуждения, бедствия состоит в том, чтобы вернуться к хранению Слова Божьего. По-третьему, даже не что-то поменяется в обстоятельствах жизни, и это даст облегчение. Нет, само облегчение, само утешение состоит в возвращении к уставам Божьим. Или вот у пророка Осии, в пятой главе книги пророка Осии, «Ибо я, как лев для Ефрема, и как схимен для дома Иудина», «Дом Иудина» – это, «я растерзаю и унесу, и уйду, и никто не спасет». Он как бы в области такого сильного льва изображает божественную власть над народом своим. «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Через пророка Осию предупреждение народу «В единственном пути к спасению возвращения к Богу, к Его правде». В следующих словах пророк Осия выражает упование, которое исполняется уже во Христе. Вот как у Осии в шестой главе. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и Он исцелит нас, поразил и Он привяжет наши раны, оживит нас через два дня, третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Тут Осия, конечно, для людей, верующих во Христа, дает такое предзнаменование, спасение, которое оживит и в третий день восставит народ Божий. То есть воскресение Христовом. Мы будем жить пред лицем Его, как говорит Осия. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Это 71 стих, 118-го псалма. А во втором послании Коринфирам говорит апостол Павел, «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Да, действительно. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Вот такое сознание очень спасительное для человека, потому что всякое испытание, страдание, переживание горестное человеку мучительно и нежелательно ничуть. Но если человек знает, что это его научает Божьей правде вернуться к ней или глубже узнать ее, не всегда ведь это наказание, страдание, оно может быть самым сильным способом узнавания другого, нового. Многие скажут люди, кто всерьез научен жизнью, что научены они именно горьким, то есть нелегким опытом. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, говорит апостол. А в послании к евреям Павел опять же говорит, те, то есть плотские родители, наказывали нас по своему произволу, а сей, то есть Господь, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Смотрите, как, наказание, которое дает нам Бог, а ведь слово наказание означает и наказ на учение. Оно для того, чтобы нам иметь участие в святости его. К этому можно прочесть следующий стих 118-го «Халма». Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки твои сотворили меня и устроили меня, вразуми меня, и научусь заповедям твоим». Это тоже очень интересно. Руки твои сотворили меня и устроили меня, вразуми меня, и научусь заповедям твоим. Для Давида это означает, что человек, научившийся заповедям Божьим, вразумленный Богом, возвращается к полноте жизни почему мы читаем это псалом при поминовении усопшего вот эти слова замечательно их стоит помнить в связи с нашим поминовением усопших руки твои сотворили меня и устроили меня в разуме кто-то кто часто бывал на панихидах или отпеваниях тут даже носку того на слуху эти слова рутся твои сотвори стиме и создастим разумею и научи заповеди на твои причина по которой человек ожидает своего возвращения к жизни с богом к восстановлению своей жизни какая а вот какая потому что человек богом сотворен ты сотворил меня так верни же меня к себе обрати меня к себе не не потому что я такой исключительно святой или безгрешный грешный я человек но ведь ты меня сотворил как же тебе меня твое творение к себе не вернуть великая надежда и великое дерзновение дерзновение любви дерзновение доверия так дитя малые может кидаться к матери чтобы она его защитила в детник в этом обращении младенца к матери выражены бессознательное но абсолютно точно инстинктивно напоминание я твой 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 ты моя как же мне быть покинутом руки ты сотворили меня устроили меня разве меня и научусь заповедям твоим а вот как книги иова 10 глава его твои руки трудились надо мной и образовали меня всего кругом и ты губишь меня вспомни что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня не ты ли вылипил меня вылил меня вылил меня как молоко и как творог сгустил меня освещение образ начала образование человека творение человека изображается в виде такого вот отливки какой-то или как вот дайте створаживание есть такой образ когда писатель говорит о труде крестьянина который погрушает руки в молоко он делает творог и там так сказано и сыр родился вот это очень красиво наверное для понятно звучит для сельского жителя который занимается скотоводством как иудеи и отсюда у его этот образ не ты ли вы меня как молоко и как творог сгустил меня как это живо как это отчетливо божьи руки меня сотворили ты твои руки трудились за мной и ты губишь меня этого не может быть кричит и уж кожу и плотью отдел меня костями и жилами скрепил меня жизнь и милость даровал мне и попечение твое хранила дух мой но это скрывал ты в сердце своим знаю что это было у тебя что если я согрешу ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания то есть это скрывала скрывал ты в сердце своем то есть сотворяя человека бог знал что он накажет человека за грех но и и иов знает об этом а знаем о том что знает бог и если я виновен горе мне если я прав то не осмелюсь поднять головы моей то есть иов совершенно смиряется перед бог если виновен горе мне если и прав то не осмелюсь поднять головы моей он совершенно поручает себя богу и залог этого поручения себя богу и дальше как бы молчит и уж молчит залог этого то что и узнает бог сотворил его для себя и бог знает как поступить со своим творением и так мы прочли стих из плана давида руки твои сотворили меня и устроили меня вразуми меня и научусь заповедям твоим как бы дальнейшее углубление содержание этой жизни человеческой насыщение ее жизнью насыщение ее смыслом вот сотворен человек руками божьими а дальше научен заповедям то есть введен в правду божью знаю господи что суды твои правильные и по справедливости наказал меня похоже на слова его да будет же милость твоя утешение моим по слову твоему к рабу твоему да придет ко мне милосердие твое и я буду жить ибо закон твой утешение мое милосердие божье обращено к давиду постольку поскольку она ему открыто уставами законом словом божьим да будет сердце мое непорочно уставах твоих чтобы я не посрамился исстаивая душа моя о спасении твоим уповаю на слово твое исстаивают очи мои условия твоим я говорю когда ты утешишь меня я стал как мех в думу но уставов твоих не забыл я стал как мех в дыму но уставов твоих не забыл мех то есть когда мехом раздувают огонь скажем у очага какого-то он конечно весь закопчен и вот как это переживание передано и вам в 30 и 31 главах книги и его он кричит ты сделался жестоким ко мне крепкую рукою враждуешь против меня моя кожа почернела на мне и кости мои почернели от жары если я ходил в суете если нога моя спешила на лукавство пусть взвесит меня на местах правды и бог узнает мою непорочность вот это вот почерневшие от жара как бы дыму иссохшие кожи и кости иова требует возвращения к жизни и и тут одно средство испытать его правды божьей взвесить на весах правды правды взыскует и уж и правды божьей взыску и давид как это и уж слова певец верит спасительность божьего суда все заповеди твои истина говорит давид несправедливо преследует меня помоги мне а вот как у евангелиста иоанна в 17 главе это молитва спасителя к богу отцу освети их истинную твоею слово твое есть истина осветить то есть вернусь святость святость что такое это избранность святой это тот кто избран для бога но священный сосуд и потому что чем-то отличается по своим качеством он предназначен для священно действия и не для чего иного народ святый народ избранный не потому что этот народ чем-то исключительно своим изначальным качеством отличается от других нет он избран для того чтобы служить богу эта судьба страшная и трудная не всякий народ согласился бы жить этой судьбой но эта судьба предназначенная для встречи с богом потому это освящение то есть введение в святость и это напоминание мы слышим послание апостола петра вы народ избранный люди взятые в удел то есть царственное священство так говорит петр уже церкви новозаветной молодой церкви общине христа эти слова слышат и община то есть народ божий и в устах евангелиста иоанна они повторяются церкви как в устах царя давида и освяти их истину твое слово твое есть истина говорит иоанн и все заповеди твои истины помоги мне на вики господи слово твое утверждено на небесах говорит давид а евангелист матфей главе 24 такие слова передает слова спасителя христа небо и земля придут но слова и мы не придут то есть не только слова христа это слова бога все слова сказанные богом народу своему начиная с первого откровения аврааму и до конца исполнится и исполнением слов божьих исполнением закона называет христос свое явление людям то есть явление людям бога воплоти встречу с людьми как человек с человеком христос называет исполнением закона исполнение в каком смысле не в том смысле каком можно думать о строгом исполнении таких-то их таких-то постановлений к чему стремились фарисеи постоянно которых христос упрекал за неверие нет исполнение закона это значит довести закон до его полноты когда он свершился сказанное в законе свершилась дело сделано дело закона сделано и сделано до полноты так сказать своего при до предела своей полноты исполнено то что сказано в законе чем тем что является бог воочию людям и дальше говорит как человек человеком словами сына своего и и вот это низ неизменность слова она утверждается и давидом задолго до христа на веки господи слово утверждено на небесах или первом послании апостола петра но слово господне пребывает вовек и тут он в ослу петр этими словами цитирует пророка исаию этого его 40 книги с 40 главе утверждается это слово господне пребывает вовек таким образом когда давид жаждет уставов божьих закона правды божьей слова божьего обращенного к человеку он утверждает незыблемость истины утверждает незыблемость божественного присутствия в жизни человека и тем самым неповрежденность самой жизни человека он восхищен полнотой жизни слове божьим я видел предел всякого совершенства говорит давид но твоя заповедь безмерно обширна понимаете сказать так просто каком-то тексте про своде правил невозможно но для давида предел всякого совершенства ниже того что задержит заповедь больше потому что потому что через заповедь больше через слова бога да ему давиду открывается сам господь ибо господь есть цель жизни человеческой не что-либо иное а сам господь есть эта цель и лучше всего мы искренних завета узнаем это в псалмах давида которого обратимся и в дальнейших наших беседах и на этом все ли кончим до следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а Продолжение следует...